Господь, мы благодарим Тебя за этот день и за возможность быть здесь. Мы просим, чтобы Твое имя и Твои достижения были прославлены здесь, в нашей среде. Во имя Иисуса. Аминь. У вас тут так тепло, что я даже решил жикет свой снять. Я не привык к теплому калифорнийскому воздуху, хотя прожил здесь много лет, когда учился. Но сейчас мы живем в Ахайе, там похолоднее. Вчера у нас было очень прекрасное служение. Мы вместе с молодежью провели такой диалог, где многие спрашивали, и мы обсудили некоторые темы. Я признаю, что я очень люблю беседы, люблю аргументы. Часто провожу время с философами, с медицинскими деятелями. Часто ведем аргументы даже с теологией, потому что я сам себя считаю тоже человеком, который получил духовное образование, в какой-то степени тоже теолог и философ. Но пусть даже немножко поменял направление, я очень часто интересуюсь и все-таки увлекаюсь и читаю очень много. Поэтому встречаться с людьми, которые имеют духовное образование и духовные знания, очень приятно. Я думаю, что в нашем кругу тоже есть много людей, которые любят аргументы, которые любят дискуссии. Особенно в нашей церкви, я уверен, потому что знаю, как это и в моей семье, в семье пастора, когда очень часто, особенно в субботу, после обеда, очень часто беседы возникают по поводу различных тем, библейских, духовных, иногда политических. Но когда-нибудь вы участвовали в таких аргументах, где вы чувствуете, что люди, которые спорят между собой, не знают, о чем говорят? Я думаю, что такое очень легко понять и наблюдать, это явление. Может быть, вы сами иногда пытались объяснить кому-то то, что сами не понимаете. Дети, пожалуй, в школе, ученики, я это очень часто встречаю, я работаю с учениками, которые приезжают ко мне даже с Калифорнии, проходя ротации в моем госпитале в Охайо, часто пытаются объяснить то, что не понимают. Это очень ясно и очень быстро можно понять. Родители, которые иногда дома детям объясняют некоторые процессы, теории и так далее, которые пытаются объяснить, но не понимают. А из-за кафедры здесь бывает такое, что иногда пастор старается объяснить то, что сам не понимает. В субботней школе у нас, пожалуй, часто бывают такие ситуации. Но это нормальное явление, дорогие. Я не критикую никого за такой подход. Но в медицине это тоже часто случается. Доктора очень часто тоже пытаются объяснить кое-что людям, пациентам, студентам, которые сами не понимают. Казалось бы, несмотря на то, что наука, технология, медицина сделала большие продвиги, большие движения в последние 10-20 лет, но остается очень-очень много неотвеченных вопросов. И часто приходится задумываться перед тем, как сказать пациенту или даже студентам. Поэтому я и провожу много времени с некоторыми людьми, которые думают по философии и по другой области знания, спрашивая и дискуссируя о сильных и глубоких темах. Что такое ум? По-английски, может быть, кто-то более ясно поймет это слово mind. Что это такое? Откуда берутся мысли? Некоторые показывают на голову, да? А что такое сознание? По-английски мы говорим consciousness. А как насчет личности? Некоторые из вас начинают сомневаться в моем образовании. Как же ты так, не урокирург, да, не понимаешь таких простых? Вроде бы очень легко это объяснить. Я уверен моему сыну, который 10 лет, он очень легко объясняет очень многие теории. Он бы очень быстро это тоже объяснил бы. Мы же сидим, не спим, значит, в сознании, да? Заснул, сознание ушло, проснулся, пришло, умер, навсегда ушло. Вроде бы просто, да? Я в среднем провожу около 500 операций в год. Как пастор представил, до 16 лет, с тех пор, как я закончил Ламалинду университет. В моей практике я провел и увидел очень много различной патологии. Мозговых заболеваний раковых, сосудистых, травматологических, травма мозговая. Я имел возможность прикоснуться к тысячам мозгов, но не все вопросы для меня очень ясны. 17-летний парень, который решил покататься на скейтборде, падает, ударяется головой об асфальт и теряет сознание, да? И вот он уже несколько недель в коме, отец инженер просит объяснить ему, как же так? Покажи, что случилось, где снимки, которые вы сделали? Он очень хорошо понимает и разбирается в деталях, механике. Смотря на этот МРТ, вроде бы ничего серьезного не видно, но сын без сознания. Как ему это объяснить? Мой коллега по дороге из Флориды получает маленький инфаркт в самолете и навсегда теряет память. Человек, вроде бы, опять же, смотрим снимки, вроде по снимкам все нормально, но человек не помнит ничего. 17-летняя девушка, не так давно, получив аллергическую реакцию в ресторане, маленькая нехватка кислорода, получает серьезную травму, после которой ни ее мозговая функция, ни жизненная функция практически не возвращается. Очень часто бывает, что пришел человек после травматологии, убрав там или гематому, или починив разбитый череп. Вроде бы все отлично выглядит на снимках, а человек находится без сознания. Таких примеров очень много, особенно у меня с практикой приходит очень часто с этим встречаться. Я думал, что, может быть, со временем, с практикой я начну понимать и более глубже, и мне будет легче и легче объяснить это для людей, которые спрашивают у меня, а где же сознание, а почему он, вроде бы нормальный снимок, вроде бы говорите, что все, починили, и снимок выглядит нормально, а почему этот человек не просыпается, в чем же дело? Вроде бы простой вопрос, но я вам скажу, что этот вопрос, он очень сильно тревожит очень многих медицинских, особенно неврохирургов и научных людей, которые занимаются неврологией. Вроде бы просто, да, в мозг добраться мне где-то занимает 10-15 минут. Человек ложится на стол, его усыпляют, и с момента того, как я приступаю к моей процедуре, через минут 15 я уже смотрю на этот честный орган. Но в сознании и в мысли этого человека, сколько бы я ни пытался, сколько времени я бы ни тратил, я еще ни разу не смог туда добраться. Потому что никто не знает, где находится этот очаг мысли, личность человека, где она и как она определяется, в каком она месте в мозгу, тоже невозможно сказать. Функциональный МРТ – это большая такая продвижная технология, которую мы можем посмотреть, где в мозгу находятся определенные функции. Речь, глаза, слух, где есть движение, центр, который отвечает за движение руки, ноги и так далее. Но опять же, это только лишь физическое положение. Зрение мы можем определить даже с помощью компьютера, можно определить то, как-то воспроизвести даже имидж, вот эту картину, которую человек может видеть. Но опять же, это только лишь восстановление некоторых физических функций мозга. Под определенным костюмом, который мы одеваем, мы можем контролировать кого-то другого движения. Я работал с одной исследовательской компанией еще в Сиатле, когда мы могли с помощью этого компьютера контролировать движение человека за океаном. Но это не говорит, что я могу управлять этого человека мыслями. Это лишь физические движения. И кто-то может быть, кого-то иногда, читая некоторые книги или смотря научные фильмы, может быть, кто-то подумает, что да, мы можем управлять, можем читать мысли и так далее. Это далеко не так. Есть несколько главных теорий сознания, которые сегодня, может быть, стоит сосредоточить наше внимание и немножко подумать об этом. Я озаглавил свою тему сегодня, вопрос, на который нет ответа, не для того, чтобы как-то ответить на то, что я буду сегодня сейчас говорить. Есть вот эти теории, которые я буду приводить сегодня. Они немножко поможут, пожалуй, нам задуматься над некоторыми деталями нашего существования. Поэтому не ждите, что я отвечу на все вот эти вопросы. Первая такая распространенная теория сознания – это, что наше сознание – это просто иллюзия. Звучит странно, да? Похоже, как закат солнца. То есть солнце не садится ни за гору, ни за горизонт, да? Но мы видим вроде бы, что есть закат. И так же сопоставляется наше сознание. Радуга в небе. Еще один пример. То есть мы вроде бы видим, что она там есть, что она вроде бы висит, но, по сути дела, радуга не висит. Радуги в небе как таковой физического элемента не существует. И вот теория, которая довольно-таки широко распространяется между учеными, что именно и является наше сознание просто иллюзией. Другой пункт. Сознание – это продукт миллиардных функций наших мозговых соединений. То есть это не что иное, как глубокая патология, которая ведет какие-то соединительные движения, и в процессе этого создается наше сознание. Представьте, 100 миллиардов нейронов в нашем мозгу, которые весят всего-то 1,5 килограмма или 3 паунта. 100 миллиардов невронов. Это 500 триллионов соединений. Вы даже не можете представить себе эти номера. Каждый этот неврон соединяется между собой огромными линиями, которые их совокупают, и через них мы проводим различные движения и функции. Если собрать эти все соединения между невронами и между всеми нашими мозговыми функциями, это получается где-то 500 тысяч километров длины. Это почти отсюда до Луны и назад по дистанции. Представляете себе эти числа? И вот исходя из этого, ученые говорят, вот какой комплексный орган. И поэтому-то и есть вот это вот наше сознание, наши мысли, наша память, которая вытекает именно из этой сложности этих всех соединений. А если посмотреть на эти соединения под микроскопом, насколько прекрасно выглядят вот эти все клеточные соединения и мозговые клетки? Даже клетки, которые соединяют эти невроны, мы называем астросайцы. То есть они из латинского обозначают звезды. То есть когда мы смотрим под микроскопом на строение невронов, они выглядят настолько прекрасно, как будто смотришь на галактические звезды через телескоп. Даже медицинской терминологией называют их астросайцы, звездные клетки. И вот поэтому ученые говорят, что видите, какая большая комплексность, и из этой комплексности соединения вытекает наше сознание. Третья форма мысли — это сознание как физический элемент, который мы еще не расшифровали и не поняли. Похоже, как ДНК. Знаете, в 1953 году, когда расшифровали код нашего ДНК, ученые объявили, что тайна жизни найдена. А Кларк, когда они первый раз увидели и расшифровали наше состояние и весь форму ДНК, они считали, что это была такая огромная победа, которая теперь, тайна жизни уже раскрыта. И вот похоже, что этот же элемент нашего сознания еще просто-напросто не раскрыт. И вот здесь за последние 10 лет появилось очень много оптимистов, которые именно на вот эту форму и на вот эту сферу делают очень большое внимание. Илон Маск, вы, наверное, слышали за его мысли, за его движения. Иван Харари, Рамачандра и другие знаменитости, которые в нейрохирургии и в неврологии начинают фантазировать. Что осталось, здесь только расшифровать это человеческое сознание и понять, как работают мысли. И если мы расшифруем это, так же, как, например, расшифровав ДНК, сейчас можно создать человека, который будет выглядеть точно так же, как я. Я просто знал мой код, вы слышали за клонирование и так далее. То есть, если можно создать человека, основываясь на нашем ДНК, то если мы расшифруем память, если мы расшифруем вот этот физический элемент наших мыслей и памяти, то тогда можно просто, создав человека, перезагрузить его память в другой элемент. Наш стареет, сделали новый, перезагрузили его мышление, и человек живет дальше, только уже в новом теле, с лучшими коленями, суставами и спиной. И точно так, как когда-нибудь iPhone, когда вы меняли, или другой телефон. Есть iCloud, где хранится информация. Купив новый аппарат, положил рядом с другим, перезагрузилось, и все, что у вас было на старом телефоне, опять появилось. Вот именно на это и надеются очень много деятелей научных в наше время. Они говорят, что это все-таки придет и будет возможно. Если вы слышите, что продают какой-нибудь там уже эти iCloud и место, где можно сохранить свою память, не верьте, дорогие, не покупайте эти мембершипs. Я не думаю, что это когда-нибудь скоро случится. Но именно на это и делают ударения новые исследователи. Перезагрузить в новое дело. Да еще добавить мне что-нибудь. Зачем учить английский язык? Зачем ходить в школу? Если мы можем точно так же, как я загрузить в свой iPad или в компьютер, мы можем загрузить в любую программу. Я могу загрузить язык в свой мозг. Не надо учить. И каждый раз будет говорить на английском языке без проблем. Было бы неплохо, но реально ли это? Четвертое. Сознание — это божественный элемент, код которого человеку не понять. Приводя стихи из Библии, Бытие, 2 глава, 7 стих, где говорится, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Некоторые, смотря на это, расшифровывают как бы наша память, наше сознание. Это как бы бессмертная душа. Но тоже нет в Библии достаточно оснований, чтобы это подтвердить и на этом сделать свое библейское, свое теологическое основание. Может быть, что это дыхание жизни и является той частью божественного кода, которое наука не сможет расшифровать. Может быть, поэтому я еще ни разу не смог вселиться в личность человека, хотя без проблем могу вселиться в его мозговые части. Дорогие, Библия не является научным текстом, и поэтому чисто объяснить науку и наше физическое состояние из библейских стихов тоже неправильно и не всегда возможно. Даже более того скажу, если бы я смог что-то очень легко вам объяснить, то в какой-то степени я бы это просто-напросто упростил. То есть объяснить что-то очень тяжелое, это в принципе его в какой-то степени уменьшить. Но есть что-то в этом бытии, в этой истории творения, что-то очень интересное. Господь, когда Он творит человека с органической материи, из праха, Он состворил человека, и потом Он вдунул в лице его дыхание жизни, и человек стал душой живой. То есть мы видим органическое, и мы видим что-то духовное. Когда совокупляются две части, физическое и духовное притворение, и человек становится душой живой. Для людей сегодня нужны какие-то доказательства. То есть никто не может очень легко воспринимать ту или иную информацию. Есть такое выражение, «Не поверю, пока не увижу». Покажи мне, особенно в науке, особенно в медицине, нужны доказательства, нужна литература, нужны какие-то способы, которыми мы можем это показать, доказать и обосновать свою идею. То есть не поверю, пока не увижу. Но достаточно ли видеть, чтобы понять? Вот это очень глубокий вопрос. на который я сегодня хочу уделить пару минут нашего внимания. Достаточно ли видеть, чтобы понять? Евангелие от Марка, восьмой главе. Есть одна очень интересная история, на которой можно очень долго остановиться, и очень много можно почерпнуть с этой историей. Если бы было у нас больше времени, мы могли бы о ней больше поговорить. Но я просто хочу почитать и некоторые идеи, которые для меня очень интересны, как для медицинского работника, с этой темы я хотел бы затронуть сегодня. Евангелие от Марка, восьмая глава, и стих 22 и 26. Приходят в Исаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. «Он, Иисус, взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять он возложил руки на глаза его и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно». Как бы неудавшиеся с первой попытки исцеления, да? То есть Иисус проводит акт исцеления. Ничего здесь такого нету с этим, скажем, плюнув в глаза. То есть в старое время слюна имела очень большие целительные факторы и в этом ничего унизительного не было. Но Иисус провел этот первый акт, спрашивает этого человека, видит ли что-нибудь? И он говорит, вижу люди, деревья, что-то непонятное, да? Во-первых, он доверяется Иисусу, когда он его ведет за руку, за город. То есть слепому человеку, когда его кто-то ведет, должно быть какой-то элемент доверия. То есть сказать, что он, может быть, не верил в свое исцеление, может быть, тоже неправильно. Но что интересно здесь, когда Иисус его спрашивает, видишь ли что-нибудь? Он не начал выдумлять ничего. Иногда, как у нас в жизни, когда вопрос становится, знаем ли мы что-нибудь? Конечно, знаем. Конечно, видим. Все расскажем, все объясним. А его Иисус спрашивает здесь, видишь ли что-нибудь? Вижу, говорит. Деревья, как люди, или люди, как бы деревья. Представьте, что происходит. Человек что-то видит, но не понимает, что он видит. И не боится в этом признаться? Повторный раз Иисус кладет на него руки, и опять его спрашивает, и велел ему взглянуть. Подложив на него руки второй раз, человек поднял свои глаза к небу, и что он говорит? И он исцелел, говорит Библия, и стал видеть все ясно. Двойной элемент здесь просматривается. Физическое исцеление. Вроде бы глаза видят. Пошел сигнал в мозговую часть, где находится это деление, которое отвечает за зрение. Но понятия того, что он видит, не существует. И здесь Иисус иллюстрирует двойную часть нашего состояния. Вроде бы физически все работает, а ум, не понимая то, что видит, подложив на него руки второй раз, велел ему поднять глаза к небу, и человек стал видеть. Биталага признался, что не все ясно видел. И это дало Иисусу шанс доказать всем другим, что значит это видение, что это не просто один физический элемент, а видение или знание – это двойной элемент. Что мы видим, когда открываем Библию? Деревья, как люди, пророчества, кони и так далее. Что мы видим, когда читаем? А что я вижу, когда я смотрю на открытый мозг, что это чисто невроны, соединения, кровяные сосуды и белая и серая масса? А что мы видим, когда смотрим друг на друга в церкви? Что это лишь одежда, галстуки, прически и так далее? Что мы видим, когда смотрим на человека при смерти? Что я вижу, когда я вижу человека без сознания? А что тогда насчет старой поговорки «Не поверю, пока не увижу»? Дорогие, подумав над этим и немножко поменял свое мышление, возрождается немножко другое поговорка, которая имеет намного большую сущность в нашей жизни. Вместо того, чтобы говорить «Не увижу, пока не поверю», дорогие, не мысль, не то, что мы должны увидеть и поверить, но чтобы увидеть, вначале нужно поверить. И девиз нашей жизни должен быть немножко другой. Не то, что «Не поверю, пока не увижу», а «Не увижу, пока не поверю». И можем уделять много времени разной философии, размышлять. Я только лишь четыре разных, четыре пункта привел. А существует их более двадцати разных теорий мышления, сознания, памяти, ума и так далее. И об этом можно говорить очень долго. Но для нас, верующих людей, мы верим в творца и создателя, который намного умнее, чем любые доктора, любые философы, любые неврохирурги и неврологи, который создал такой организм, что любой, самый умный человек не сможет его объяснить. Потому что объяснив, все равно, что уменьшив. Но это не значит, что для нас, верующих людей, не имея объяснения, мы должны как-то потерять свою веру. А наоборот, если мы что-то не понимаем, как этот слепой человек признаться? Не вижу, не понимаю. А когда получили исцеление от Иисуса, мы можем понять, но не потому, что увидели, а потому, что поверили. Аминь. Встанем для молитвы, дорогие, в конце. Дорогие Иисус, мы благодарим Тебя за это время, которое мы могли привести здесь вместе, рассуждая о Твоем прекрасном творении. Мы благодарим Тебя, что Ты руководишь нами, этой планетой и нашими мозговыми функциями. и просим, чтобы Ты вдохновлял нас и управлял нашим разумом, чтобы мы являлись людьми, которые видят, потому что верят. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.